Шалом Хаварим! Шалом, браты и сестры! Шалом, друзья! Вы знаете, с некоторым опозданием хотим поздравить вас с только что прошедшим особенным праздником. Йом Гац Маут, День независимости Израиля. Такой, знаете, удивительный праздник. Пожалуй, ни одна страна в мире не празднует День своей независимости, который Слово Божье предвозвещало тысячи лет тому назад. Великие пророчества, первые из которых были даны в Торе, о том, что после рассеяния Израиля, после рассеяния до края или до краев земли, как в 30 главе Второзакония, В последние дни Бог восстановит свой народ на своей земле. Физически это произошло в 1948 году, и 76 лет уже существует независимое государство Израиля. Независимость здесь очень важное слово, потому что фактически с момента разрушения Вавилонского храма в середине VI столетия до Рождества был только краткий-краткий промежуток. Примерно сто с небольшим лет, когда Иуда, Макове и затем его братья восстановили на очень ограниченной территории иудейское государство, оно не должно было быть царством, потому что не было царя из дома Давида. Но потом потомки Маковея узурпировали царскую власть, но в любом случае примерно где-то со 140 года до Рождества, в течении примерно ста с небольшим лет существовало независимое государство иудеев. И потом все. Иудея была, народ Израиля был на своей земле, но он все время находился под чьей-то властью, до этого под властью персов, до персов Вавилонян, после персов Птолемеевского Египта, после Птолемеевского Египта, сирийско-македонской империи сирийский кидов, потом вот этот короткий промежуток, и потом пришли римляне. И римляне господствовали над тем, что осталось от иудеев. Ну, вы помните, они господствовали до той поры, когда это уже не была Единая Римская империя, а была Восточная Римская империя, Византия так называемая, хотя сами так называемые византийцы себя так никогда не называли. Короткий промежуток, снова персы, и потом рабы-мусульмане. После рабов-мусульман крестоносцы, снова мусульмане разные, потом долгое время Османская, Таманская, Турецкая империи, потом Первая мировая война, Великобритания освободила эту землю, в какой-то мере, мы можем сказать, освободила. Появилась надежда на то, что евреи смогут со всего мира собраться. И это было в преддверии ужаса Второй мировой войны и Холокоста. Но, чтобы не нервировать мусульман, англичане свели возможность Алии в так называемую Палестину, буквально к минимуму. И только ужасы и трагедии еврейского народа во Второй мировой войне. И стечение невероятных политических обстоятельств, когда уже во время Холодной войны Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, многие другие государства, которые находились во враждебных отношениях друг с другом, проголосовали за возрождение независимого еврейского государства в Алице Сраэль. Ну, я прошу прощения за этот краткий экскурс. Я думаю, просто, может быть, кому-то он будет любопытен. И вот 76-я годовщина так называемой независимости государства Израиля. Я бы лучше назвал этот праздник День Возрождения. Я думаю, со мной могли бы не согласиться многие. Прежде всего, иудейские ортодоксы, иудейские ультра-ортодоксы, разные течения. Вы знаете, они вообще считают, что истинный Израиль не восстановлен. И Израиль – это не еврейское государство. И они мыслят себя даже на этой земле, в Галуте. Они не признают, что произошло восстановление и возрождение, тем более, что храм не восстановлен. И когда они молятся во время Пасхального Седера, в этом году мы рабы, но на следующий год мы надеемся быть свободными. И в этом году здесь, в следующий год в Иерусалиме, они как раз имеют в виду то, что они произносят, потому что они считают, что еврейский народ все еще в рабстве. Истинного возрождения не произошло. Это, правда, не мешает им всячески использовать это чуждое для них государство. Участвовать в политической жизни, добиваться любых льгот, любыми путями для себя за счет этого нелюбимого государства Израиль. И, в общем-то, каким-то образом их совершенно не смущает эта двойственность. И они не считают это лицемерием, хотя оно налицо. И вот, самое, что ни на есть, крутая религиозная часть еврейского народа – не празднует этот день, не празднует независимость Израиля, как действительно независимость, тем более, как восстановление и возрождение. И хочу сказать, что для очень многих христиан это также не является праздником, потому что для них это какое-то стечение обстоятельств, странное стечение обстоятельств. Но не исполнение великих божьих пророчеств, не исполнение сотен обетований в Библии. Они считают, что с Израилем, как с избранным Божьим народом, уже давно Бог покончен. И, можно сказать, поставил, если не крест, то жизненный жирный крестик на этом. Поэтому что тут праздновать? Маленькая страна, маленький народ. Тем более, который обижает бедных арабских жителей и вообще обижает многомиллионные арабские народы, каково их во многих десятки раз больше, чем этих евреев. Так что интересно, что многие ортодоксальные, так сказать, христиане в этом отношении сходятся с ортодоксальными иудеями. Хотя при этом не замечают этого подозрительного сходства. Тоже, собственно, праздноват. Ну, во-первых, светские израильтяне. Во-вторых, сианистское течение иудаизма, так называемые вязаные кипы, для которых это действительно большой религиозный праздник. И все большее количество христиан, особенно евангельских христиан по всему миру, которые осознают, что восстановление Израиля стало великим знамением приближения конца времен. Не просто звоночком, а громом речевого колокола, который возвещает всем, что время этого временного мира подходит к концу. И всем, кто спит духовным сном, необходимо проснуться, как написано в послании к ефесянам, восстань спящий и воскресенье из мертвых, и осияет тебя, Машех. Но пока человек и народы, и динаминации спят духовным сном, они не видят этого сияющего света, они не видят в этом свете истины, и, естественно, сам Мессия при всем его желании не может там открыться. Итак, отпраздновав этот удивительный пророческий праздник, мы берем из него все самое дорогое и важное и будем бодрствовать, наблюдая знамение времен. И пусть к нам никогда не будут отнесены слова Машеха, еще, которые он в свое время обратил к фарисеям и книжникам. Вы умеете знамения погоды различать, но вы отказались различать знамения, знаки времен, который явным образом всемогущий Бог Израиля являет для вас. Горе вам, если вы не сможете их различить. Пусть всем нам будет благодать от Господа, и пусть дух развлечения времен и сроков усиливает свое действие внутри всех нас и объединяет нас в ожидании великого пробуждения, которое никогда не произойдет через массовую чулу Израиля, и пусть каждый из нас молится и за то, и за другое, ожидая в результате пришествия нашего Спасителя. До свидания. До свидания.